Как рисовать скетчи, не отрывая руки? В чем тут вообще смысл? Подходит ли это новичкам? И как это работает вообще? Если тебе интересен быстрый, легкий и драйвовый скетчинг, продолжай смотреть. Меня зовут Наташа Соболева. Я художница, скетчер, живу в Израиле. И несколько лет назад я решила попробовать технику рисования одной линией. Увидела видео в ТикТоке, короткие ролики. И мне так захотелось попробовать. Эта техника выглядела как что-то для вообще супер профессионалов. Потому что люди начинали рисовать, например, с глаза. И двигались ко всему остальному портрету. Но попробовав ее на себе, я поняла, что это идеальная техника для новичков. Для тех, кто только хочет начать рисовать. Почему она такая классная для них? Давайте разбираться. Ну, во-первых, потому что эта техника помогает как можно больше практиковаться. И не зацикливаться на том, чтобы постоянно карандашом править свои ошибки. А рисовать работу от начала и до конца. Очень быстро получать результат. Быстро исправлять свои ошибки. И тем самым продвигать и развивать свои навыки. Для этого не нужно много времени, не нужно много инструментов. И это большое наслаждение и такой большой поток энергии. Сегодня мы с вами нарисуем веточку жакаранды. Будем мы ее рисовать за 10 минут, используя лайнер или брошпен. И добавим еще маркеры. А перед тем, как начать, я хочу пригласить вас на мой марафон «Волшебная линия лета». Где мы весь месяц будем практиковаться и рисовать скетчи одной линией. Учиться их рисовать, улучшать свои навыки. Учиться работать с маркерами и добавлять цвет к нашим скетчам. Все это будет происходить в моем сообществе «Клуб скетчеров». И для того, чтобы подробнее узнать о сообществе, о программе месяца, о том, как все это работает, я вас приглашаю на свой бесплатный мастер-класс, который пройдет в четверг вечером. Ссылочка на регистрацию будет внизу в описании к этому видео. И там, конечно, мы от души порисуем одной линией на разные-разные темы. А теперь давайте к жакаранде. Я выбрала, поставим таймер и начнем рисовать одной линией. Так, начнем с материалов. Я рисую вот таким вот брошпеном. Можно брать лайнер, довольно толстенький. Я на самом деле на брошпен практически не нажимаю. По сути, это такая ручка с кисточкой, которая очень-очень гибкая. То есть она не мягкая, поэтому я могу достаточно опираться на нее. При этом моя линия не будет супер толстой. То есть она будет, знаете, как обычная ручка. Но если я захочу опереться, то я могу сделать толстую линию. Но как бы в целом я не опираюсь. Просто мне вот комфортно сейчас работать с этим инструментом. Хотя я довольно долго рисовала одной линией именно лайнером. Если, например, смотреть в клубе мини-курс по волшебной линии, как раз где там вся-вся-вся база уже есть, там мы рисуем именно лайнером. А это такая моя последняя история, где я больше предпочитаю брошпен. Также еще в качестве цвета, так чтобы вы сразу могли подобрать, пока мы будем дальше заниматься анализом, я здесь беру несколько фиолетовых цветов. У меня вот такой маркер китайский от Fine Color. Несколько еще фиолетовых, которые уходят больше в голубой, в сиреневый цвет. И второй, который уходит более в розовый. То есть я вам советую здесь взять какой-то цвет, который будет вот у меня вот этот такой ближе к фиолетовому. И один ближе к розовому. То есть ближе к синему и ближе к розовому два фиолетовых. Если есть только один фиолетовый, то берите один фиолетовый, например, и какой-то розоватый. Также к ним у меня есть еще вот такой темный фиолетовый цвет. И в качестве запасных инструментов, если мне захочется какого-то акцента, Я взяла еще желтенький, тут вот есть сердцевинки желтенькие и розовый, посмотрим, что мы с ними придумаем, что-то или нет, но как бы глобально нам нужно вот такие три маркера, два разных оттенка фиолетового, темно-фиолетовый. Теперь, что касается анализа, мы всегда перед тем, как начинаем рисовать, стараемся подключить третий глаз художника, проанализировать все, что мы видим, для того, чтобы потом, когда мы рисуем, у нас уже мы не рисовали вот как ребенок, который совсем-совсем не может понять, что перед ним находится, а рисуем так осознанно, потому что мы уже видим, мы знаем, какой формы бутоны и дальше уже акцентируем внимание на этих моментах, на этих деталях. Поэтому поехали, смотрим, у нас есть одна цельная веточка, которая делится на две части, на две веточки и дальше они делятся еще на две веточки и таким образом, что все наши бутоны, они по сути прикреплены к четырем веткам, то есть нет отдельной веточки для каждого бутона. И вот здесь тоже, если мы посмотрим уже в каждую из этих двух веточек, видим, что там есть тоже даже такое небольшое разделение на совсем-совсем маленькие какие-то крепления, какие-то части, которые идут от вот этих веточек. Это первый момент. Второй момент. Посмотрим на саму форму нашего бутона жакаранды. Он у нас идет как такой колокольчик, где нижняя часть она узкая, а верхняя часть она довольно широкая и там идут листочки. И также мы видим, что у нас только верхняя часть открыта, там есть, например, какой-то такой вот лепесток, а все остальное мы не видим. То есть мы не видим внутренней части, но при этом у нас есть передние такие лепесточки, которые узкие, которые довольно-таки подкрученные. То есть видите, они везде здесь узкие, а которые находятся у нас дальше, ну по сути на таком заднем плане цветка, они более крупные, потому что мы их можем увидеть в полном размере. Вот этот нюанс нам важен. И второй важный момент это то, что у нас есть бутоны цветка, которые находятся на переднем плане, а есть бутоны цветка, которые находятся на заднем плане. То есть у нас есть вот, например, раз, два, три на переднем плане, дальше есть бутон, который находится сзади, потом опять раз, два, три на переднем плане и еще один бутон сзади. Для того, чтобы нам гармонично рисовать одной линией, мы будем начинать рисовать с бутонов, которые находятся на переднем плане и к ним плавно добавлять остальные бутоны. И как раз вот я перешла к следующему этапу анализа, когда мы планируем, откуда мы будем начинать рисовать одной линией. Это тоже важно, чтобы у нас в голове был план, а дальше уже в процессе мы решаем, следуем мы нашему плану или не следуем. Так, немножко выравниваю камеру. Вот, я здесь думаю начать с веточки, потому что благодаря веточке мы будем понимать, какой у нас размер нашей ветки жакаранды. Потому что если мы начнем просто с какой-то стороны, то у нас есть шанс, что у нас будет, ну знаете, такой огромный первый бутон, а вся остальная ветка не влезет. А если мы будем начинать с ветки, то у нас сразу есть определенный формат, в рамках которого мы будем дальше развивать наш скетч, и он уже точно не превратится во что-то огромное, что не поместится в лист. Поэтому мы начинаем с веточек, их прорабатываем, и после этого выходим в крае ветки жакаранды и плавно начинаем переходить от бутона к бутону, рисуя сначала те, которые находятся на переднем плане, передавая форму, и потом рядом с ними дорисовывая тех, что находятся сзади. Напомню, что мы в одной линии, если нам нужно перейти от одной части к другой, то мы можем просто проходиться по той же самой линии, по той же линии, которую мы уже провели, но немножко работая по другой траектории, оставляя небольшое количество воздуха. Если, например, мне нужно перейти от одной линии к другой, то я просто перехожу, даже если там у нас нет никакой для этого формы. То есть мы можем проходиться несколько раз в одном и том же месте. Вот такой у нас план, быстренько нарисуем скетч, важно здесь не отрывать руки, потому что я знаю, что многие могут иногда меня слушать, что мы не отрываем руки, а дальше все равно отрывают. Вот здесь прям постарайтесь, соберитесь и действительно проверьте себя, сделайте себе такой небольшой челлендж, чтобы не отрывать руку. Я ставлю таймер, это как всегда волнительно, и мы с вами будем начинать. Про маркеры тогда уже будем говорить как раз, когда нарисуем одну линию, и я быстренько тоже расскажу. Так, веточка в наклоне, я начинаю с нижней части, так, сразу разделяю ветку, возвращаюсь, делаю следующую ветку, прохожусь, показываю одну, вторую, возвращаюсь, могу еще раз утолстить немножко основание, и после этого, наконец-то, перехожу к бутону. Показываю узкую часть, дальше вот эти вот большие лепестки, перехожу к тем лепесткам, которые находятся ближе всего, могу здесь, кстати, показать какую-то выемку. И здесь, кстати, у нас сразу нас перекрывает следующий бутон, поэтому я, не завершив рисование одного бутона, перехожу к следующему, потому что он находится на переднем плане. Добавляю здесь выемку внизу, и показываю форму, вот она вот здесь вот крепится, и теперь уже от этой части показываю, возвращаюсь к первому бутону. У нас там, кстати, есть еще какой-то бутончик, который прячется, я могу его показать, возвращаюсь, показываю еще один бутон, который находится там на заднем плане, хотя на самом деле мы могли его упростить, но окей, двигаемся дальше, тут могу показать какую-то фактурку в середине, и перехожу к следующему бутону, который уже крепится к вот этой части, то есть он у нас будет довольно крупный, возможно, мы там чуть-чуть веточку какую-то удлиним, показываю его форму, вот он, есть, здесь какие-то могу опять добавить сердцевинки, перехожу, креплю к веточке, и дальше у нас есть снова такая часть бутона, который находится, а, вижу, вот-вот-вот-вот здесь у нас, который крепится к прошлой ветке, так, видите, просто провожу линию, прохожу через тот бутон, который уже нарисовали, но нечего поделать, главное здесь, знаете, не тушеваться, а искать то, как мы можем найти подход, возвращаюсь к серединке, как мы можем провести, показать эту линию, дальше, все, я возвращаюсь снова к ветке, к которой мы уже перешли, там я добавляю опять, так, сердцевинку, и перехожу к бутону, и теперь у нас осталась еще вот эта ветка, я иду туда через ветку, видите, я довольно сильно, на самом деле, эти бутоны упрощаю, пытаюсь слишком на них не зацикливаться, перехожу к следующему, у нас тем временем с вами прошло 3 минуты, ну, и я вижу, что мне чего-то на самом деле не хватает, мне хочется вернуться сюда-назад, и, может быть, еще показать какой-то кусочек, какого-то бутона, который там торчит, и глобально мы на этом с вами можем остановиться, с одной линией мы закончили, у нас получилась такая довольно симпатичная, довольно симпатичная веточка, и мы с вами переходим к лайнеру, вернее, к маркерам, наша задача здесь оставить белую бумагу, то есть я стараюсь здесь в основном проходиться по теневым частям, а какие-то светлые куски оставлять, и начинаем, я начинаю вот просто таким фиолетовым, который мне больше всего зашел, прохожусь кисточкой мягенько, пока по форме обязательно, и начинаю, могу начинать там немножечко от краев, дальше, смотрю, что у меня вот здесь тоже более темные части, так, здесь тоже немножко, поскольку у меня еще будет оттенок розового, поэтому я все, что такое теневое, я не слишком все равно прорабатываю, потому что я еще буду оставлять место для другого, другого маркера, так, вот тут главное не запутаться, где у нас есть бутонок, где у нас нет бутона, так, и немножко еще вот здесь, вижу, что у меня заканчивается мой фиолетовый, после этого у меня есть еще два оттенка, один такой более розоватый, и я ухожу в те места, которые я прям вижу, что они с розовинкой, немножко буквально тоже такими вот мазками, вижу, что вот здесь, например, больше розового, и при этом я стараюсь не закрашивать вообще все-все-все маркерами, а оставлять, оставлять пространство для фантазии, оставлять белую бумагу, самые светлые места, так, и есть у меня немножко такого сиреневого цвета, который с голубинкой, и здесь я тоже смотрю, какой цвет, где у нас находится то самое такое более теневое место, куда я могу внести этот цвет, где его больше, могу покрывать тот слой фиолетовый, который я уже нанесла, вот, кстати, вот эту веточку я убрала, ее у меня нет, мне нравится, получилось так, интересно, с акцентом, осталась белая бумага, и чего нам еще здесь не хватает, как я говорила, что нам еще нужно что-то такое темненькое для глубоких теней, такой более темно-фиолетовый, я им прохожусь чуть-чуть на стыке, там, где у нас, что мы видим, что у нас есть такой, знаете, светлый лепесток, и за ним есть более темная сердцевинка цветка, как раз из-за того, что туда практически не попадает цвет, поэтому я чуть-чуть прохожусь, где-то еще есть теневые места на самих цветках, там, где они соприкасаются, например, с друг другом, там тоже чуть-чуть добавляю, то есть это совсем, на самом деле, такая легенькая проработка, и чего мне еще хочется, взять какой-то фиолетовый, можно розовенький, можно тот же сиреневый, вообще любой, и я беру с розоватым оттенком, и немножечко прохожусь, не давя, уже не работая кисточкой, а работая, ну, то есть всей плоскостью кисточки, а работая именно тонкой-тонкой маркерной линией, я прохожу внутри и добавляю, видите, такой нежненькой-нежненькой штриховкой вот эту вот фактуру, которая у нас есть, потому что мы здесь можем увидеть, что здесь есть действительно такие, как будто бы фактурные полоски на лепестках, и мы вот совсем-совсем немножко их наметим, где-то я могу там даже по белой бумаге пройтись, где-то по маркерам, вот уже внутри, на самом деле их там чуть-чуть поменьше, и мне хочется еще, мы с вами часто, кто давно со мной рисует, я знаю, что я, вы знаете, что я люблю ставить точки, так, у меня что-то там включилось за окном, какая-то мойка, но также мы можем немножко поставить вот таких зигзагообразных линий, как бы имитируя ту фактуру, которая у нас есть, и показывая такое дребезжание цвета внутри ветки, совсем чуть-чуть, и еще хотела, здесь мы можем добавить падающую тень, обычно я люблю падающую, для падающей тени использовать холодные цвета, но поскольку у нас вся жакаранда, она такая более холодная, то у меня здесь появилась идея сделать падающую тень теплым цветом, желтым цветом, как раз помните, я говорила, что мы берем желтый запасной для вот этих вот светящихся штучек внутри, мы можем их тоже там поставить в качестве таких вот точечек, и падающую тень, то есть мы здесь в таком, в немножко иллюстративном стиле можем поиграть, важно, чтобы этот желтый был не слишком такой яркий, видите, я тоже добавляю тень от веточки, кстати, увидела, что я вот здесь не проработала, не прокрасила, и немножко вот здесь, и у нас появился такой довольно интересный контраст, осталась, кстати, одна минута, за которую мы можем добавить вот здесь вот бутончиков засохших, которые у нас находятся внизу, я их, кстати, когда пробовала, готовилась к эфиру, пробовала сделать одной линией, но они такие довольно хаотичные, и мне не понравилось, как это выглядит, поэтому вот сейчас вам даю только такую опцию, и можем немножко там их тоже проработать лайнером уже с отрывом руки, для того, чтобы добавить больше цельности, и можно даже что-то вообще без цвета. Итого, у нас остается с вами 17 секунд, мы с вами справились, все, успели, напишите, кто рисовал вместе со мной, как вам было, успели ли вы, как у вас состояние, настроение, я всегда чувствую такой какой-то запал драйва, вот как раз вышло 10 минут, 10 минут прошло, так, смотрим, что у нас получается, кажется, получилось классно, так, вернула себя назад, так, ну что, кто рисовал со мной, делитесь, как, что у вас получилось, довольны ли вы результатом, с чем, может быть, были какие-то проблемы, на самом деле, эта леточка за кожикаранды, она такая довольно сложная, в плане того, что там много деталей, но наша задача в технике одной линии упростить ее, как и в принципе в скетче, мы очень много всего упрощаем, и сделать ее таким образом, чтобы вы могли быстро ее нарисовать, вот вы видели, что мы справились и нарисовали ее, ну, наверное, минуты за 4, с тем, что, ну, это с тем, что я объясняла, если бы я просто рисовала молча, то было бы быстрее, так, смотрю ваши вопросы, что посоветуете купить для начинающих, я бы хотела с вами начать рисовать, я советую купить, если мы говорим про, там, скетчинг одной линии, говорим как раз про марафон, который будет, то это купить лайнер, который размером где-то 0,4, он выглядит вот так, это может быть лайнер от Micron, по сути, это такая ручка, рапидограф с вот таким вот наконечником, или же купить брашпен, но он обязательно должен быть, так показываю, как он выглядит, с гибкой кисточкой, не с мягкой кисточкой, потому что с мягкой там будет совершенно другой эффект, у меня дверь хлопнула, вот, и также купить какой-то небольшой набор спиртовых маркеров, потому что вначале может быть немножко сложно разбираться с цветом, если что, в клубе есть подробные уроки, как можно прям подобрать свою палитру, где какие ссылки, где и как заказывать, но как бы глобально для старта можно купить небольшой набор маркеров и начать с них, и дальше вы уже в процессе будете чувствовать маркеры спиртовые, важно, как вам, каких цветов вам именно не хватает, и что касается скетчбука или бумаги, то если мы говорим про эту технику, то я вот, например, рисовала на принтерной бумаге сейчас, и можно взять себе скетчбук небольшой от Art Creation, вот я хотела его показать, что у меня он был где-то рядом, но сейчас я его не вижу, в общем, покажу, если что, в сторис, напишите мне, так, смотрю еще ваши комментарии, белой бумаги мало оставила, увлеклась, очень понравилась, да, это такой большой, на самом деле, челлендж, каждый раз оставлять достаточное количество белой бумаги, но с практикой это работает все лучше, так, Оля пишет, привет всем, спасибо за эфир, редко попадаю, обычно потом записи рисую, а тут можно, а тут моя любимая Жакаранда, да, рада, что ты присоединилась, вот, напоминаю, что открывается регистрация на мастер-класс, в преддверии открытия клуба и марафона по волшебной линии лета, который будет проходить весь месяц в июне в клубе, для того, чтобы нам раскачаться, заразиться вот такой вот энергией и драйвом, и, наконец-то, начать исполнять свои желания и внедрять в свою жизнь творчество на регулярной основе. Я вас обнимаю, и желаю вам классной недели, пока-пока, до встречи в сторис, и не забывайте делиться своими работами, которые у вас получились, и отмечать меня.